здравствуйте дорогие друзья добрый день я вижу у кого-то день у кого-то уже глубок и вечер и где-то только утро начинается ну что ж приятного дня пожалуйста в чате отметьте плюсиками чтобы я видел что у вас все вам все хорошо видно и слышно и тогда мы приступим все отлично вижу брюсики ну что ж дорогие друзья у нас сегодня тема такая основа здоровье сбережения педагогов современной школе дело в том что очень много говорится о здоровье сберегающих технологиях для учеников но надо позаботиться о себе в первую очередь и так давайте посмотрим кстати такой вопрос а скажите какие болезни как вы думаете чаще встречаются у педагогов напишите в чате потому что интересная тема и ведь у каждой профессии есть какие-то свойственные заболевания у педагогов оказался очень интересный спектр и пока вот варикоз гипертония респираторное заболевание а вижу да 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 невроз лор заболевания связанные с горлом ну что ж отлично совсем плохо конечно что сколиоз плохо что люди болеют но обо всех этих темах я сейчас и буду говорить и так профессиональные болезни преподаватели определил я разграничил на четыре крупных группы это болезни связанные психоэмоциональной нагрузкой когда у вас усталость вы приходите домой и вообще сил не остается болезни связанные сидячим образом работы кстати и всех а из-за психоэмоционального состояния как раз и поднимается давление часто болезни связанные сидячим образом работы ненормированные нагрузки на голос и зрение потому что например есть определенные профессиональные стандарты что человеку нельзя говорить больше четырех часов причем четыре часа он не говорит беспрерывно говорит в течение дня с перерывами а у нас получается что иногда даже больше говорить и будем рассматривать что же влияет на наш голос что мы устаем и конечно о ирз и о ирви пойдем по очереди болезни связаны с психоэмоциональной нагрузкой это эмоция одно из них эмоциональное выгорание профессиональное выгорание кстати это совершенно разные диагнозы и разные симптомы причины абсолютно разные казалось бы выгорание но мы разберемся с этим нервные срывы что-что дети и обладает чудесной возможностью выводить нас из себя выводить из равновесия в котором мы хотим быть и 21 движение действий иногда достаточно чтобы человек просто потерял контроль над собой следующее это психосоматические болезни и доказано докторами что большая часть львиная доля болезни если не все имеют психо психическую основу то есть у нас упало настроение и дальше пошла цепная реакция в нас накопилась злость которой мы не высказали пожалуйста желчекаменная болезнь когда накапливается дальше стресс и мышцы все наши расслабили ослабили и кожа дряблая казалось бы причина что случилось а вот причины нервные срывы и кариес и хрупкость зубов дело в том что когда у нас бывает психологическая нервная нагрузка организм использует кальций когда в организме нет дополнение не поступает дополнительно кальций он этот кальций берет откуда из наших костей и самое удобное здесь получается зубы поэтому зубы часто болеют а теперь рассмотрим что же такое эмоциональное выгорание у него есть определенные симптомы это когда у вас постоянно чувство усталости даже когда вы выспались казалось восемь часов десять часов выспались чувств усталости не проходит вы нормально питаетесь она есть или частые головные боли голова болит и никак не можете выпили лекарства до подействовала на часик на два опять прошло потому что в нормальном состоянии голова сегодня заболела выпили лекарства завтра уже не должно болеть но если эти боли постоянно повторяется то здесь может быть причина эмоционального выгорания неврологические боли в груди и спине появление лишнего веса или стремительные похудения то есть когда вес резко скачет или туда или сюда причины может быть эмоционального выгорания и самое главное радости мы в жизни начинаем чувствовать все меньше и меньше так что же можно с этим сделать ну во первых во первых расскажем а когда получается у человека от чего эмоциональное выгорание эмоциональное выгорание происходит от того что мы очень часто и много общаемся с большим количеством людей дело в том что у нас психика разная кому-то комфортно когда много людей кому-то не комфортно это мы позже еще подробнее посмотрим экстраверты и интроверты и следующее много проходящих людей под каждого человека мы подстраиваемся и кроме того что мы подстраиваемся наша аура наша энергетика подвергается воздействию других людей и как эмоциональному выгоранию подвержены люди которые общаются с большим количеством других людей это продавцы менеджеры операторы в банках когда постоянный поток новых людей а у нас в классе постоянный поток класс про по занимался 45 минут перемены и следующий класс и в день средний учитель общается с несколькими сотнями учеников да класс вошел класс там 30 человек 20 человек и получается огромное количество людей и каждая аура взаимодействует с нашим и получается эмоциональное выгорание потому что в какой-то момент наша защитная оболочка ослабевает и когда она ослабевает или она чувствительна тогда получается вот эта усталость как бы внешне другой причины нет никакого диагноза нет вы пойдете к врачу он вам никакого диагноза не напишет у вас все органы нормально работает но сил нет что нам помогает медитация и аутотренинг что такое аутотренинг это та же самая медитация только если в медитацию мы дополните скажу так аутотренинг это первая часть медитации в то время когда наш организм расслабляется мы постепенно расслабляем все наши мышцы и на этом этапе организм отдыхает это прекрасное состояние медитации имеет еще и дополнительные инструменты которые позволяют например заземлиться заземлиться чтобы ну например вы сейчас сидите да вот поставьте сядьте спинку прямо и ноги на пол вдохните спокойно и выдохните все напряжение через ноги в землю вот простое упражнение которое снимает напряжение несколько таких вдохов и это заземление и следующая связь медитация например разли очень разные есть медитации когда можно связаться с космосом и чувствовать как энергия идет сверху вниз и насыщается ваш организм медитация игру имеет огромную силу наполнение нас теми живительными силами которые обладает природа которые она нам дает что еще помогает в профилактике это конечно же регулярные прогулки на чистом воздухе вот друзья напишите пожалуйста в чате вот сколько сколько вы в день в среднем пребываете на чистом воздухе на открытом воздухе дело в том что часто как получается иногда выходим из дома пять минут до остановки ждем автобус там 35 минут еще приходит автобус мы доезжаем до следующей остановки выходим там еще минут десять пошли и мы уже в школе и получается что в день мы оказались на чистом воздухе менее получаса так я тут вижу четыре часа дарья николаевна скажите вы случайно учитель физкультуры который здесь мир работает на улице четыре часа это великолепно 30 минут по дороге на работу вот это один час и все бегом бегом то есть что у нас получается часа два нам нужно регулярно прогуливаться на чистом воздухе ходить гулять причем это не то что в беготне пошли бегом бегом успеть туда успеть это сделать успеть другое сделать прекрасно когда гуляя по улице прогуливаясь вы просто наслаждаетесь красотой окружающей среды позволяете чувствовать себя как вы вдыхаете чистый воздух это сильно помогает дальше пересмотр мышления дело в том что мы очень часто обижаемся и когда человек пересматривает какие-то жизненные моменты пересматривать надо как раз те моменты которые нам доставляют наиболее болевые такие ощущения они заставляют жизнь сама нас заставляет пересматривать какие-то наши отношения то как мы относимся к ситуации и это помогает преодолеть тоже эмоциональное выгорание дальше физические практики йога дыхательные практики и еще одно хобби просто занимаетесь любимым делом начинайте находите себе любимое занятие которое вам по душе и во время этого занятия у вас насыщается душа для кого-то это вышивание крестиков для кого-то гладью кто-то рисует кому-то надо бежать кому-то нравится сажать цветы и разговаривать с ними вот это любое дело которое вы делаете от души и с радостью оно создает вам такую атмосферу при котором вы отдыхаетесь и наполняетесь энергией дальше конечно сон и обязательно смена обстановки в течение года вам нужно какое-то время менять обстановку поехать на дачу отдыхать где-то в другой стране в другом городе в другом климатическом поясе иногда хотя бы выезжать в соседнюю деревню пойти на концерт в театр то есть у вас должна быть смена обстановки душа требует разнообразной пищи мы же в еду не едим каждый день кашу а кашу кроме этого еще супчик еще фрукты еще овощи еще сладенькое еще что-то если вы каждый день будете есть одну и ту же пищу она приестся вот эмоциональное выгорание это то что уже приелось нужна смена обстановки и это пища для нашей души а теперь посмотрим что же такое профессиональное выгорание она обычно наступает 35-40 годам когда уже вы лет 20 занимаетесь в одной профессии и вы чувствуете что все вам уже не интересно приятная работа перестала вас радовать вот скажите у вас у кого нибудь есть такое что вот раньше было все в радость а сейчас ну не нравится уже ну думаю как бы избавиться вот мне нравится этот график девять месяцев ты никуда ничего не можешь делать а потом целых три месяца сидишь дома без дела вот кому-то вот надоедает это постоянное однообразие в жизни однообразный график почему потому что вы в своей профессии достигли определенных вершин сделали что-то теперь вам организм ваша душа ваше тело хочет чего-то нового а вы все продолжаете делать старое иногда это происходит из-за неправильной организации труда иногда это причина жесткий график когда вам сказано приходить ровно в это время ни шагу не выходить раньше времени ну сейчас управленческие ошибки директоров потому что когда руководитель перестает доверять учителю и вводит его в жесткие графики это приводит тоже к эмоциональному выгоранию да у нас есть звонок мы от звонка до звонка но до этого между ними есть перемены и там есть свобода после уроков есть какая-то свобода жесткий график очень сильно мешает человеку проявлять свои творческие способности потому что творчество строится совершенно на другом я работаю в одной школе 36 лет и каждый день со зла 8 иду на работу кстати Нина Евгеньевна поздравляю потому что вы счастливый человек а мне со мной случилось профессиональное выгорание и вот к 40 годам я подалась в психологию потому что мне оказалось что одной педагогики мало большое количество профессиональных стрессов и конечно же отсутствие справедливости когда вы видите что в коллективе несправедливо руководство несправедливо относится к вам вам накапливаются какие-то ощущения которые вас не радуют и так что же мы можем сделать чтобы какая профилактика это научиться отстаивать свои границы когда вы говорите нет вы можете сказать людям нет потому что чем лучше вы работаете тем больше вас нагружает начальство конечно кого же нагружать не того человека который ничего не делает а того который лучше всех работает и в какой-то момент вы чувствуете что как-то несправедливо к вам обходится или вас заставляют работать сверху сверхурочно даже дети могут нарушить ваши границы и это приводит к профессиональному выгоранию тогда мы учимся отставить свои границы границы временные границы территориальные расширение углубления профессиональных компетенций то есть вы продолжаете учиться вот то что вы сейчас приходите на вебинары есть сейчас такая огромная возможность через интернет получить новые знания это очень сильно помогает людям как раз углублять свою профессиональную компетенцию чтобы не было скучно когда каждый раз вы находитесь что-то новое и в этом развиваетесь то скуку исчезает куда-то иногда бывает такое что надо сменить коллектив да вы выросли из этого коллектива вам нужны уже другие люди для общения смена сферы деятельности или вы продолжаете всем тем же заниматься но находите себе хобби дело в том что 40 лет это такой возраст при котором то ли связано по гороскопу там 40 лет цикличность определенная то ли с возрастом то ли с тем что уже накапливается определенный опыт работы там 15-20 лет и человеку нужны новые впечатления многим нужно не всем но многие вот пою в ансамбле превосходно вот пение это самая лучшая профилактика всяких стрессов и так далее нервная усталость это неумение говорить нет нарушение личных границ как сказал недостаток чистого воздуха и физической активности получается что все нервные состояния болезни можно преодолеть с помощью чего чистого воздуха активной физической активности приятного времяпровождения итак дорогие друзья хотите протестировать свое эмоциональное состояние сейчас ну что ж вот такая такой рисунок это называется тест на тревожность пожалуйста посмотрите на нее и скажите мне напишите картинка движется или не движется если картинка движется у каждого могут быть разные ощущения для кого-то картинка движется для кого-то нет ага чуть-чуть так смотрите что получается для тех для кого картинка движется это значит у вас тревожность а у кого картинка недвижна неподвижна у них нет тревожности дорогие друзья мои к сожалению тревожность никак не помогает как нетерпение пассажиров не может ускорить курьерский поезд так и наше нетерпение и тревожность не может помочь решению проблемных ситуаций для того чтобы решить какую-то ситуацию ее надо просто разобрать на частичке и решить не отставляясь на потом и нечем волноваться о том что еще не было что мы для этого делаем чтобы снять тревожность определяем что в нашей власти если мы можем что-то изменить мы смотрим что можно изменить и меняем если от нас это не зависит то просто отпускаем смотрите у скольких из вас картинка движется у всех кто увидели что движется это тревожность а тревожность приводит к нервному истощению поэтому возник вопрос сразу задаете этот вопрос могу ли я как-то повлиять на ситуацию если могу то как пишу записываю выбираю действие оптимально и делаю если я вижу что от меня не зависит то я оставляю на потом ну что ж от меня не зависит буду наблюдать что будет потом если возникнет такой момент когда я смогу что-то сделать то я это сделаю вот и есть такой момент вселенная оправдывает все ваши ожидания это закон квантовой психологии что это означает если вы тревожите что вдруг случится что-то то это обязательно случится потому что вы притянули энергией эту ситуацию получается что своей тревожностью вы привлекаете в свою жизнь ненужные вещи те вещи от чего хотели бы избавиться поэтому что мы делаем мы начинаем в своей голове используем этот закон в другую сторону выстраивать наилучшие решения проблемной ситуации мы начинаем рисовать эту картинку видеть и выстраиваем маршрут а как я могу привести его сюда и это будет решение плюс еще мы помогаем вселенной выстраивать положительные события а не то от чего хотелось бы убежать вот еще следующий тест посмотрите какая картинка какой круг движется внутренне или внешне это экстравертность и интровертность те у кого картинка движется не один интересно внутренние это интроверты внешний круг экстраверты у меня например движутся оба круга когда я рассматриваю что это означает экстраверты и интроверты вот на левом рисунке девочки такие смеющиеся яркие это экстраверты которым нужны внешние ощущения когда много людей вокруг им хорошо а сбоку девушка которая читает книгу она углублена в свои мысли ей нравится одиночество ей нравится пребывать в доме ей обязательно нужен свой закрытый уголочек где она может уединиться так она интроверт что получается когда у нас если человек экстраверт он не устает от того что у него в классе много детей пришли движуха пошла все хорошо другому человеку пойдя домой нужно обязательно уединиться а если не движется скорее всего у вас в гармонии то и другое вы наполовину экстраверт наполовину интроверт неярко выражены а у меня например движется в обе стороны то есть те у кого крутилась внутренняя сторона еще раз посмотрите у кого крутится внутренний круг вам нужно обязательно в течение дня выделить время когда вы уединяетесь это может быть десять минут это может быть полчаса или прогулки или в своей комнате или в чтении книг но это ваше уединенное время у кого движется оба тоже нужно уединяться но может не так много может раз в неделю два раза в неделю уединиться в своем уголочке но и вам обязательно нужно еще чтобы был вот круг общения большой а у кого движется внешний круг они долгое время могут обходить им даже наоборот сложно находиться самим собой одним в помещении нужно чтобы вокруг кто-то был что-то было что-то там двигалось эти люди обычно когда даже когда дома одни ничем занимать заниматься каким-то делом у них телевизор включенный звучит чтобы создавать впечатление как будто рядом люди и вот такой тест на психологическое усталость опять же смотрим картинка движется или нет и если движется с какой скоростью не движется медленно смотрите если у вас картинка не движется то у вас нет никакой психологической усталости у вас хорошее здоровое состояние если медленно движется то вы немножко устали вам бы хорошо отдохнуть а если движется активно и быстро то срочно бросайте все дела и идете находите себе наслаждение не знаю каким образом но вам нужно отдохнуть выписать все способы как как можно отдохнуть иногда даже можно выпить валерианки какого-нибудь пустырника чтобы у вас нормализовалась ситуация вот у большинства движутся медленно причем самое интересное вы знаете что в разные часы суток картинка может двигаться по-разному вот вы взволновались и она забегала просто закружилась а вы отдохнули немножко и она ровно и стоит никуда не движется тогда это все хорошо тогда у вас нормальное стабильное психологическое состояние итак как же мы можем нормализовать вот остановить это движение которое там крутится все время квадратное дыхание очень полезное йоговское упражнение что мы делаем 4 секунды мы уделяем на вдох задерживаемся 4 секунды выдыхаем и опять задерживаемся при этом расслабляемся вот она расслабиться улыбаться да можем прямо сейчас попробовать приставайте готовы вдох раз два три четыре пауза два три четыре выдох два три четыре пауза два три четыре я раз не говорю потому что слово рассказываю и выдохнуть и нужно еще разочек выдох и остановились остановились без воздуха и сейчас посмотрите на свое состояние у вас оно изменилось стало легче спокойнее свободнее и есть очень много дыхательных упражнений которые помогают нормализовать дыхание и вообще достаточно просто замерить свой вдох проследить за ним как нормализуется вот это стрессовое состояние напряжение какое-то и какое у вас есть или вдыхайте и выдох как бы в землю в воздух для того чтобы отпустить из себя все напряжение из-за земли да как я сказала многие поставили на землю и выдыхаем все напряжение и выдыхаем все напряжение в землю дело в том что у нас земля и небо обладает удивительной фильтрующей способностью как вода протекает через слои почвы вниз в землю становится чистейшим родником так и наше психологическое эмоциональное напряжение проходя в землю она очищается и возвращается нам тем воздух и энергии которые вдыхают растения отдают нас то есть постоянно идет циркул не надо держать в себе какое-то напряжение агрессию или грусть расстройства есть вас отпустите что же значит качественно отдохнуть я надеюсь у вас есть ручки бумага ручка и бумага что для этого надо во первых запишите что вас вдохновляет надо записать те вещи которые вам нравится делать а когда нравится когда вы занялись чем-то и забыли о течении времени вы даже не замечаете как время пролетело оно летает а вы я уже два часа этим занимаюсь а я-то думала 15 минут вот это то как кто такие дела которые вам нравится в которой когда вы в состоянии потока записывайте такие действия или например что для вас высшая награда вот я сделал и получил получила например радость посмотрела на природу побывали на концерте что эти ощущения эмоции мы можем вспоминая какое-нибудь положительное явление войти эмоционально в то состояние в котором мы переживали это счастливое состояние вы были на концерте вы были с любимым человеком вспомнили и к вам вернулось это состояние вот вы уже отдыхаете это получается это маленький кусочек отдыха когда вернуться можно в это состояние а вообще-то нужно все это записать и после того как вы записали все что вам нравится что мы делаем спланируйте себя при себе приятное дело для этого выделите время составьте график и выполняйте обязательно и благодарите себя благодарите себя за то что вы порадовали свою душу свое тело благодарите природу что она дала вам возможность вот этого наслаждения и чувственные радости благодарите окружающих людей можно даже про себя не обязательно в слов говорить конечно что приятно когда это и милый ты мне принес кофе это такое так приятно и не чай принес вот такие приятненькие моменты но они приносят радость спланируйте себе приятное дело и сделайте так чтобы это было можно было с кем-то делить потому что мы огромную энергию получаем от общения от качественного общения вам нужно для наполнения энергии встретиться с подругой прекрасно спланируйте раз в неделю определенное время где-то вы выходите и делаете вот вижу благодарить тебя приходится заставлять иногда да а вы знаете есть целая технология реализации желаний даже излечения болезней просто благодарность когда человек и практика это там длится целый месяц в начале мы благодарим природу за то что она есть она создала нас такими интересными потом благодарим людей которые нас окружают ситуация которая к нам приходит плохие хорошие не имеет значения в этой ситуации мы растем мы изменяемся значит в итоге оно хорошее и таким образом пессимисты становятся оптимистами и следующее когда мы начинаем благодарить себя за то что мы есть за то что мы уделяем себе время на что-то мы благодарностью наполняемся энергией где об этом почитать я забыла автора книги но если наверное в интернете наберете техника благодарности благодарности вам выявится очень много таких технологий есть а есть такой такой сайт игра на вылет и там программа как раз благодарности по этой книге есть когда вы каждый день выполняете задание в течение 28 дней и можете так сделать так называется по-русски можете набрать игра на вылет .ру благодарите себя благодарите окружающих этим вы наберетесь энергии ненормализованные нагрузки на голос и зрение становятся причиной того что у нас наносим очки очки постепенно становятся все толще диоптрии больше глаза устают головные боли и следующее это ларингит ларингит вначале некоторые наши участники написали что у них большая нагрузка на голос да болезни горла не смыкание голосовых связок что же с этим делать ну что будем разбираться по очереди зрение вот таблица упражнений простые упражнения то есть стрелка вверх вниз глазами смотрим вверх вниз вверх вниз три-четыре раза лучше конечно по десять раз потом в другую сторону когда это можно сделать а сделайте это во время урока совсем класса вот выставьте эту картинку таких картинок в интернете полно и просто пишите вот глазками и вводите быстро медленно в различных темпах да а можно другое упражнение например какое-нибудь приятное предложение напишите глазами ну можно и носиком так делать когда вы носиком и головой делаете у вас движется шея но то же самое можно сделать абсолютно без шеи одними глазами я люблю жизнь мне нравится моя работа или я красивый очаровательный обаятельный мужчина я импозантен я импозантен я импозантен я приятен хороший но любое слово любое приятное предложение вы можете написать да просто от единицы до десяти глазками проведите упражнение продлится всего лишь тридцать шестьдесят секунд но оно помогает восстановить зрение зрение наше кстати двенадцатое упражнение посмотрите оно очень интересное мы-то думали что мы двигаемся только в одной площади а ведь глаза можно двигать еще вот так когда вы внутри представляете что у вас глазница вовнутрь крутится как бы странное ощущение но она тоже снимает напряжение усталость кроме этого есть массаж активных точек смотрим значит сейчас покажу еще раз берем пальчики вообще-то говорят лучше два пальца по два пальца потому что пальчики у нас заряжены положительные отрицательно берем массируем эти точки первая точка вторая они симметричны только третья точка точка номер три она не симметричны можно делать как нажали три секунды и отпустили когда отпускаете а сейчас прямо попробуйте не ленитесь возьмите нажмите три секунды и отпустите и некоторые люди сразу обращают внимание на нажать на отпустить не обращают внимание а именно в это время приходит энергия как бы в эту точку наполняется энергией мы даем организму сигнал подает туда больше крови кислорода эти точки помогают восстановить наше эмоциональное состояние и состояние зрения а можно круговыми движениями тоже массировать три раза в одну сторону три раза в другую четыре пять как хотите но главное активно массировать эти точки они будут способствовать отдыху еще следующий вопрос почему у нас глаза устают потому что мы на одном расстоянии если мы читаем то у нас вот это расстояние остается долгое время и глаз не перестраивается что надо сделать делаем упражнение лесенка посмотрели сюда близко на носик кончик носика потом куда-нибудь на полметра на какую-то точку на метр два метра и если есть окно посмотреть подальше далеко а потом постепенно опять же находим опорные точки по которым приближаемся к себе несколько раз делать это упражнение и конечно в это время лучше всего все же расслабить дыхание вдохнуть отпустить ситуацию и сконцентрироваться на том что вы делаете вот эта концентрация помогает упражнение если вы крутите головой об это время думать ага мне надо еще тетрадки проверить мне надо это сделать то никакой пользы вам это упражнение не принесет или польза будет пять десять процентов возможного если вы хотите чтобы эти упражнения действительно помогали вы должны мысленно эмоционально присутствовать в том действии которое вы делаете хорошо идем дальше причина усталости осыплости волоса это большая речевая нагрузка ой у меня картинка пошла им туда эмоциональная перегрузка физическая и психологическая усталость и заболевание носоглотки помогает нам дыхательная система гимнастика Стрельниковой Александра Стрельникова была вокалистка у нее как-то голос потерялся и она решила найти способ как же можно восстановить там делали операцию так далее не помогло и она вдруг поисками или на этим каким-то образом нашла систему и нашла способ и создала систему дыхания это дыхательная система оказалось что она помогает укрепление защитной системы всего организма то есть если мы хотим поднять иммунитет пожалуйста дыхательная гимнастика Александра Стрельниковой повышает тонус и энергичность например если вы голодный а не хотите кушать или чувство есть а вы думаете что недавно вам не хватает энергии что вы делаете делаете упражнения Стрельниковой они улучшают функцию внутренних органов стабилизируется дыхание уничтожаются воспалительные инфекции улучшается общее самочувствие при каких болезнях это болезни органов дыхательной системы бронхит пневмония астма проблемы связанные с голосом как раз то что надо кожные болезни патологии мужской и женской половой сферы воспалительные процессы в организме вот какие вещи помогает лечить система а давайте теперь посмотрим что же это такое есть такие простые упражнения ладошки и покойки тут немножко переставились местами так ладошки что же мы делаем оно считается как разминочным берем ладошки на уровне плеч и 4 вдоха вообще-то 8 и выдыхаем то есть обращаем внимание только на вдохе и при этом сжимаем ладошки да погончики это когда руки согнуты в лак и вы на вдохе раскрывайте руки обращайте внимание только на вдохе видео и рассказов книг про дыхательную систему средниковой очень много я так чуть-чуть раскрыл но следующее например упражнение которое очень мне нравится вот вы сжимаете вот таким образом руки сжимаете и на вдохе делает циклично 4 раза 8 16 32 вот это максимально что делается то есть сделали 8 раз отдохнули еще раз еще раз так оксана александрова спрашивает можно ли этот вебинар посмотреть в плане завтра будет в ютубе и вы можете его там посмотреть или же на этом портале в ютубе вы сможете с самого начала посмотреть его еще разочек в интернете есть очень много возможностей если вас заинтересовала дыхательная система кстати я очень сильно рекомендую ее вы посмотрите подробнее потому что для полного его разъяснения требуется больше времени ОРЗ ОРВ почему мы так часто болеем потому что у нас класс определенные закрытые помещения очень много детей некоторые из них болеют и микробы очень хорошо размножаются их концентрация в классе очень большая поэтому и болеем что можно сделать регулярно проветривать класс открываем окна во время перемены и обязательно гулять на чистом воздухе не менее одного часа в день повышать иммунитет каким образом посмотрим дальше ну например вот эта дыхательная система стрельниковой тоже помогает повышению иммунитета и конечно лучше в классе тоже можно сделать это упражнение но лучше после проветривания а то мы начнем активно вдыхать именно микробы что не очень хорошо кстати все дыхательные упражнения о которых я рассказала лучше же делать на чистом воздухе проветрить класс и потом посмотреть повышать эмоциональное состояние дело в том что еще Рерихи Елена Николая Рериха об этом писали в своих записках что когда у человека высокое эмоциональное состояние когда он радостен когда он влюблен когда он счастлив вокруг него образуется некое пространство аура сфера защитная которое не пропускает вирусы в которые даже вирусы микробы не проникают да они там есть но человек не болеет если взять у нас у всех в организме микробы постоянно присутствуют и бактерии присутствуют и положительные и отрицательные но как только у нас нарушается эмоциональное состояние мы болеем и даже есть например определенные авторы это Синельников Жакаренцев из русских из иностранных это Луиза Хей когда мы смотрим название болезни и причины этих болезней они все психоэмоциональные причины мы пережили какой-то эмоциональный стресс в результате у нас заболел какой-то орган и если получается что эта инфекция созвучна с тем эмоциональным состоянием которое у нас есть то мы болеем вот обратите внимание бывает что вокруг в классе эпидемии так многие болеют у вас хорошее настроение вообще не болеете потом все вылечиваются и бац вы заболели вспомните до этого перед этим какое-то время у вас было какое-то какое-то проблемное состояние и в результате что получилось вы заболели следующее это пить отвары есть очень много полезных отваров есть и ну почему зверобой говорят от ста тысяч болезней есть мед с лимоном и с чесноком различные ну народные простые отвары которые помогают повысить иммунитет я сейчас об этом не буду говорить то есть не обязательно пить лекарства для того чтобы заниматься профилактикой достаточно принимать природные средства в чем эффект лекарственных растений кроме химического состава они обладают определенной энергетикой все лекарства выработанные химическим способом таблетки не обладают энергетикой там энергетика совершенно другая нулевая но то что природа дает там не сохранено почему вдруг оказывается что сухофрукты которые были выращены на солнце или в помещении от проветривания намного больше сохранили свои питательные свойства нежели те которые в особых печах и там гидроустройствах в дегитраторах высушивали а там теряются витамины некоторые почему потому что нарушена вот эта природная система а там где растение было наполено лучами солнца чистого воздуха оно обладает энергетикой сейчас об этом говорят все больше и больше и есть научные исследования которые показывают да это имеет быть место вот такие явления как мы повышаем наш иммунитет контрастные ванны для холодные горячие мы тренируем создаем стрессовое состояние такой минимальный стресс иммунитет просыпается начинает работать и он активнее работает то же самое контрастный душ гормональная гимнастика по утрам это очень интересный комплекс упражнений его я не буду сейчас рассказывать только пару упражнения оттуда его делают прямо в постели вот проснулись еще не встали протираем ручки протираем ручки и начинаем натирать глазки надавливаясь на глазки секунд 30 потом на ушки ушки потом протираем вот все лицо точки определенные надавливаем тоже можете найти вот это гормональная гимнастика очень хорошая вещь просто протирайте ручки протирайте и когда согрелись кстати вы протерли и поставили на лицо если руки горячие горячие то вы здоровы если у вас после этого руки не греть значит в организме не хватает энергии вам нужно восстановление или наоборот руки запотели тоже говорит о том что с организмом что-то не то помогайте себе ладошками ладошки очень сильной энергией обладают и протираем ушки тоже и энергию восстанавливает силу и еще повышает иммунитет потому что все наши активные точки имеются на ушках то же самое когда протираем руки это в части гормональной гимнастики мы помогаем всему телу восстановиться даже вот такими движениями каждый палец вокруг пальца отдельно пробивать вот вы вроде бы сидите в классе и пока дети делают какую-то письменную работу вы можете сделать это упражнение и помочь себе качественный отдых то о чем мы говорили болезни связанные с сидячим и малоподвижным образом это варикоз геморрой остеохондроз сколиоз гиперлордоз вот на картине я показала гиперлордоз многие люди не знают об этой болезни а она с чем связана вы сидите и хотите выпрямить спину выпрямились спину попа пошла назад и у вас нарушился позвоночник что же с этим делать гиперлордоз в дальнейшем идут там нарушения органов органы оседают опущение внутренних органов идёт головные боли и так далее что можно с этим делать давайте по очереди посмотрим варикоз варикоз это простейшие упражнения которые вы сидите на месте и просто ступнями двигаете ступни вверх вниз влево вправо крутите дальше вот сидим на стульчике ноги подняли и опустили то есть когда мы движем ступнями у нас начинает активно работать голень и когда голень работает энергия кровь активно идёт активный приток крови при этом боли исчезают и всё получается организм как бы восстанавливается каждое упражнение делаем 15-20 раз и вот здесь есть ещё третий столбик упражнение которое можно делать лежа в постели вы проснулись в кроватке покрутили ножками велосипед покатали немножко ступнями опять же вверх вниз круговые движения то есть любые движения ступнями помогает при варикозе профилактика остеохондроза это суставная гимнастика где у нас суставчики у нас пальчики суставчики у нас руки локти берём и крутим и так по 4 раза крутим каждый сустав локти плечи шею шея это тоже сустав бёдра колени ступни пояс и когда вы всё это делаете получается такая лёгкая гимнастика которую можно сделать во время урока с ребятами вместе помогите им и поможете сами себе если во время каждого урока уделить 3-4 минуты простой такой гимнастики вы себе поднимите высокий тонус у вас будет хороший тонус и дети будут лучше учиться потому что они бедные тоже устают у них тоже здоровье оседает из-за того дети выходят из школы хроническими больными потому что долго сидят а это не естественно для организма упражнения на пресс дело в том что вот гиперлордоз о котором я рассказала когда вы выпрямляете спину у вас при этом остается расслабленный пресс мышцы живота они расслаблены попробуйте сейчас вы увидите попа потянулась назад осанка такая яркая но при этом у нас нарушилась система позвонки сменить а теперь втяните в себя живот и вы видите что нижние позвонки вернулись обратно они пошли назад они выровнялись вот для того чтобы у нас не было гиперлордоза от сидячего образа жизни вообще от сколиоза от всякого нам нужны упражнения на пресс делайте накачивайте себе мышцы живота мышцы туловища и они будут помогать вам держать позвоночник прямо ровно и болезненно и высокий тонус это хорошее настроение и еще вот такая картинка милые мои успейте отдохнуть на перемене самое сложное для учителя скажите напишите мне вы на перемене успеваете отдохнуть или нет многим учителям многие учителя вынуждены весь класс перевести за руку в другой кабинет нет или им нужно уединиться им нужно подышать отдохнуть а вот этой возможности нет устроите так чтобы хотя бы суметь вот у вас классы рядышком 3-4 педагога договоритесь вот в эту перемену я здесь буду сторожить ты отдыхай на следующий я вот хотя бы таким образом и да они часто набегают следующие дети иногда можно просто или выйти куда-то или можно хотя бы пять минут класс закрыть и вы говорите мы проветриваем ребята пока в коридоре поиграете 3-4 минуты и это проветривание с одной стороны вы подышите воздухом с другой стороны хотя бы вот просто отдохнете вам нужно успеть в это время выдохнуть напряжение хорошо делаем маленькую медитацию какую-нибудь зарядку потянулись потягушечки и вы отдохнете и конечно же общие рекомендации это физическая активность чистый воздух дыхательное упражнение качественный отдых по сути чтобы сберечь нам здоровье нужно вот это но бывает еще и такая вещь вот вроде бы все есть а чего-то не хватает потому что у нас нарушен жизненный баланс у нас сфера жизни очень разные мы работаем чтобы заработать деньги чтобы это на эти деньги нам улучшить условия жизни обеспечить отдых личностный рост чтобы дарить подарки друзьям чтобы ходить куда-то в бассейн или на море или куда-то и что получается а мы часто весь день работаем настолько работаем что на все остальное нам не хватает времени сил и энергии друзья мои карьеры и работы занимает в этом колесе баланса одну восьмую часть а скажите по жизни разве это так нет мы нарушили баланс поэтому и устаем поэтому и болеем организм пытается с помощью болезни как-то заставить нас задуматься о других о друзьях о личностном росте о духовности о том чтобы отдохнуть конечно же не до развлечений здесь поэтому вовремя позволяйте себе развлекаться чтобы не бояться и моя большая мечта моя великая боль и главное вдохновение что же это такое такой загадочный слайд у нас есть мечта у каждого есть своя мечта если она не реализована она где-то дремлет и время от времени выскакивает в великой боли но она же и заставляет нас двигаться к чему-то как же сделать чтобы мечты реализовывались и не причиняли боль для этого есть и вот такая таблица матрица эсенхаур эсенхаур это бывший президент америки что вот он сделал он просто сделал простую таблицу все дела то что срочное и важно и получилось 4 таблицы и все свои дела он выписывал в эту графу важно и срочно что важно и срочно трубу прорвалу это важно и срочно важно но не срочно это моя великая мечта вот и потому что к ней надо шагами идти важно но не срочно записываем те дела не важно но срочно есть не важно и не срочно самые главные дела знаете здесь какие это то что важно но не срочно и то что не важно и не срочно потому что что не важно и не срочно это ваш отдых потому что мы именно сюда и кидаем все наши развлечения Надо что-то оставить здесь и не забывать о том, что связано с нашей целью. И когда мы планированно, запланированно работаем, мы видим, что мы занимаемся кучей ненужных дел. Дорогие мои, выкидывайте эти дела, если они не так уж и нужны. Если это кто-то может сделать лучше, чем мы, отдайте им. И тогда у вас будет время для счастья, радости. И на этой неделе наш праздник, милые мои. И запомните, что хороший учитель – это добрый и бодрый учитель. Будьте здоровы и счастливы. И приготовьте себе на выходные, на наш праздник, что-нибудь приятное, хороший подарочек. На этом я заканчиваю, дорогие друзья. Желаю вам всем счастья, здоровья, радости. Потому что радость – основа вашего здоровья. Итак, слово передаю Павлу Юрьевичу. Вот, и я вижу, что вам полезно. Дорогие друзья, давайте поблагодарим нашу сегодняшнюю ведущую, Айкуш, за замечательный вебинар. Для вас я написал информацию. Да, вас я тоже всех благодарю, потому что активно принимали участие в нашем сегодняшнем мероприятии. Обращаю ваше внимание, что чуть выше в чате я разместил информацию для тех, кто хочет приобрести сертификат. Дополнительно хотел бы отметить, что у нас прошел некоторый этап. Со вчерашнего дня Директ Медиа, который ведет наш проект Директ Академия, имеет образовательную лицензию. И мы являемся полноценным образовательным учреждением. Так что имейте это в виду. Что я еще хотел для вас сказать. Наверное, ушла уже наверх информация для тех, кто пришел позже. Давайте я еще раз ее дам по поводу тех мероприятий. Не буду уже конкретизировать и рассказывать голосом. А в чате, да, приглашаю вас на мероприятия ближайшей недели. Вот они, в чате я их отметил. Четыре вебинара нас еще ждет на этой неделе. Мы ждем вас на этих мероприятиях. Все вебинары Директ Академии бесплатные. Мы вас ждем. Всего доброго, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok